Эта неделя в политической жизни Беларуси станет воистину исторической. А все потому, что впервые за всю историю независимости страны на законодательном уровне невозможно существование оппозиции. После зачистки свободных медиа, некоммерческих организаций и гражданских инициатив Лукашенко взялся за партии. И теперь легальное существование и деятельность оппонентов или просто неугодных нелегитимной власти невозможно. Зачем вообще нужны в условиях диктатуры политические партии? И как этим решением режим вредит самому себе? Далее в горячем комментарии. До сегодняшнего времени партии существовали и имели возможность вплоть даже до последнего момента какую-то деятельность проводить. А сегодня, конечно, исторический день. Сегодня последний день существования партии. Что, в принципе, для правового государства, находящегося в центре Европы, ну, совершенно недопустимо. Пакет документов, утримливая вельми шмат потребований, уйти, порушают конституцию Республики Беларусь, порушают огольный дух права, порушают безпеки сябром партии, эти застались. С другого боку мы разумеем, что легального политичного поля в Беларуси, особенно после 2020 года, нема. И партии, в том виде, в котором они задумывались историей, в том виде, в котором они старались в Беларуси, они исновать фактически не могут. Любой сход граждан, любое партийное поседжение притягивает увагу силовых органов, любая активность, прежде всего, политическая, и она тягнет за собой правовые наступства, вернее, паза правовые наступства. Потому что все покарания, которые сейчас накладаются и на наших сябровых тем лику, они лежат по замеживанию правового поля, это выключенные репрессии. Тому сказать про то, что партии на сегодняшний день, на отстанье регистрации, мают мягчимость реально працовать в политичном поле, мы не можем, не констатуем. А те измены, которые вносятся, они еще больше погаршают статус этих партий. Тому нельзя сказать про иснование политичного партийного поля в Беларуси. При всем при этом сябры партии, люди, которые выходят в политичные организации, и они все равно застаются. Частка их вымышленно покинут с территории Беларуси, частка находится на территории Украины. Тому вы заросли, где аккурат процесс переформатования этого политичного поля. Здесь может быть несколько сценариев. Мне кажется, что Лукашенко сам недооценивает негативные последствия для него. Он дает возможность существовать в специфической многопартийной системе, но это даже не КПСС. Потому что для того, чтобы это было КПСС, Лукашенко должен стать ее генеральным секретарем и сконцентрировать там реальную политическую власть, чего он не делает. Он не пришел на съезд Белой Руси, и, как видно, что он держит дистанцию. Поэтому он пока не легитимизирует вот эту многопартийную систему как важнейший политический ресурс. Но партии будут, и я боюсь, что здесь будут сообщающие сосуды с их российскими партнерами. КПРФ, партнеры Гайдукевича Жирновцы, Единая Россия. И вот по этим сосудам пойдут финансы. То есть Лукашенко денег не даст внутри Беларуси, но усилится финансовая зависимость. И это появится еще один российский агент на политическом пространстве Беларуси. Я ожидаю двухходовки, что политические партии сегодня дают политическую оценку того, что произошло, а через какое-то время они предлагают план и стратегию действий. С одной стороны, мы видим, что действие политических партий внутри Беларуси будет затруднено, сведено к нулю, но это открывает новые возможности для активистов, которые выехали за пределы страны. И вот тут власть может получить совершенно неожиданный фидбэк. В чем он заключается? Первое, международное сообщество может признать легитимность запрещенных, закрытых, ликвидированных Беларуси партий. Это раз. А второе, будет гораздо больше активности. Если многие активисты, УГП, БНФ, социал-демократы не активничали за пределами страны, потому что это могло бы быть проблемой для тех, кто находится внутри страны, то после того, как закрыты их структуры, они могут прийти, ну, к примеру, к посольству в Молдове с портретами Костусева, Козлова, Статкевича. Это тот, чего не было десятилетиями в Кишиневе. То есть я к тому, что в этих негативных действиях может быть и позитив. Первое, легитимизация международным сообществом, признание их как легитимных структур, несмотря на то, что у них формально не будет регистрации внутри страны, и более высокая активность за пределами Беларуси. Парты – это группа людей, которая объединена идеологично, объединена с жаданием консолидована в выгляде группы распроцовывать бачени будущей Беларуси и продумывать кроки по наближению этого бачени. У парты есть разумелая и ясная политичная платформа, есть разумение, какой повинна быть наша окраина. Это группы, которые в рамках правового поля повинны денежать для того, чтобы наша краина становилась лепшая, становилась краиной для людей. Но на сегодняшний день, еще раз полторусь, реальной мощности для працы партии на территории Беларуси нема. Старшиня нашей партии отримал по выдуманным обвинуваченям 10-ти годовый термин. Полторы тысячи полезневоленных находятся в турмах. Любая активность, она карается просто в зародыши. Поэтому сказать еще раз полторусь, про то, что партии в том выгляде, как они створались, и с теми метами, для которых они створались, на сегодняшний день, на жаль, выполнять свою функцию в Беларуси не могут. Политические партии показывают своей деятельностью, что с этим режимом можно еще бороться. Они показывают, что у нас есть люди, которые не сломлены. Они показывают людям ориентиры на будущее. они утверждают утверждают что Беларусь остается Беларусью, и она будет свободной демократической страной. И как бы кому ни хотелось, с 2020 года Беларусь стала бело-красно-белой. И мы это сохраним. Следим за главными событиями не только на нашем канале, но также и сайте malanka.media. Читать нас без VPN проще всего при помощи приложения. Все ссылки на скачивание в описании к каждому видео на канале.